Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пименко. Сегодня у нас будет не совсем обычный эфир, потому что речь пойдет о нас, о телекомпании ЛРТ, потому что в гостях у нас Екатерина Григорьевна Дегтярева, генеральный директор телеканала, который полностью называется, правильно, Люберецкое районное телевидение. Верно? Верно. Здравствуйте! Но во времена всевозможных сокращений, а ведь нам 15 лет, вот было модно, чтобы как-то так вот в сокращенной версии ЛРТ-ТВ сегодня существует. Существует специально для вас, и все мы стараемся делать так, чтобы вам было не только интересно и не скучно, но чтобы вы были в курсе всех тех событий, которые происходят не где-то далеко, а именно практически здесь, в вашем доме. Екатерина Григорьевна, 15 лет – это много или мало вообще для телевидения? Это целая жизнь, потому что за 15 лет, на самом деле, очень много чего уже произошло. Но 15 лет – это тоже не ограничение для нас. То есть, на самом деле, телеканал имеет свою историю, историю, которой более 15 лет. Ну, давайте начнем, расскажем, как это все возникло. Ну, скажем так, что когда-то в далекие 90-е годы, это 97-й год, все началось с антенной службы. То есть, сначала создавалась антенная служба, которая поддерживала сигналы телевизионные, чтобы жители вообще могли видеть хотя бы какие-то федеральные каналы. Хочу, кстати, напомнить, что до 90-х годов, когда студентам своим рассказывали, говорю, понимаете, был один канал, в некоторых городах два канала. Иногда 4 часа шел эфир. Если вы находитесь в низине, да, и за антеннами ничего нет, ничего не видно и так далее. Поэтому это очень важный момент. Да, да, я тоже в детстве помню, что были просто любимые передачи, программы, которые ждали по... очень так серьезно, включали в это время. Целую семью сидели. Да, да, спокойно очень малыши, так это вообще... Ну, все выросли на ней, да. Да, это была сказка. И в гостях у сказки, кстати, тоже. Да, да. Это то, что я помню из детства. Так вот, в 97-м году как раз-таки при МОПЛГЖТ на тот момент создавалась антеннная служба, потому что нужно было обеспечивать качественным телевизионным сигналом. И первые-первые наши сотрудники, которые именно технические специалисты это обеспечивали, вот они до сих пор у нас есть сотрудник, который работает с 97-го года. То есть фактически еще даже канала не было, а он уже работает. Да, да, именно от него я такие подробности и знаю. Далее что? Далее где-то через 5 лет образовывается информационный центр, в котором уже появляется информационная структура из маленького количества числа сотрудников, корреспондентов, корреспондента-оператора, и техническая служба, как антенная служба, продолжает, собственно говоря, развиваться. Существование, да. То есть через 5 лет начинаются первые новости, которые создавал телеканал. Но телеканала, как в целом, еще, собственно говоря, не было. То есть это был набор, в хорошем смысле слова, набор профессиональных людей, которые начали делать новости просто как проект. Новости о люберцах. То есть они снимали программы, какие-то новостные сюжеты. И самое интересное, что вот этот вот новостной набор программ, кстати, человек, который причастен к этому, это Ольга Евгеньевна Щевелева. Она у нас сейчас работает на радио. И как раз-таки она делала первый контент для люберецкого телевидения. И этот контент раз в неделю, раз-два раза в неделю отправлялся аж в Щелково. И из Щелково вещались люберецкие новости. То есть они в свои новости вставляли наши новости, которые там в течение недели собрали. Да, сейчас, конечно, трудно представить, но вообще тогда период был, вот 90-е, начало 2000-х годов, когда очень важно было знать, что у тебя конкретно происходит. Очень быстро менялись события. И это как такой глоток воздуха именно твоего местонахождения, когда ты знаешь, что именно у тебя происходит, какие конкретно события и так далее. Вот сейчас это кажется естественным. Что-то произошло в люберцах, да, уже сразу же на телеканале, уже работают бригады и так далее. А тогда надо привезти, довезти. На кассетах все это записать, чтобы сохранить. Сейчас зашло в видеокассета, кажется таким уже каким-то ушедшим. Да, кассеты тоже имели свой срок службы, и информация могла посыпаться. Поэтому все было очень даже интересно. Интересно. Ну что же, потом получается, что через 5 лет уже развивается более сильная антенная служба, внедряются очень интересные технологии, которые в люберцах были впервые внедрены. Такая система Сити-1 была разработана и внедрена именно в люберцах. О нас в 2008 году писали в журнале «Кабельщик», что мы такие передовые, что мы подали цифровой сигнал жителям. Мы тогда уже в цифре жили практически. Мы уже тогда смогли подать цифровой сигнал телевизионные других каналов своим жителям. Соответственно, и Либерецкий телеканал в 2008 году, он уже имел некое название, потому что в 2006 году при администрации Либерецкой создается постановлением главы именно редакция телеканала Либерецкой районной телевидения. Вот именно и оттуда, если мы будем считать 2006 год, нам 15 лет. Но если мы будем говорить о 2000... Даже 1997, если убрать год, да? Да, если мы будем говорить даже... То почти 25, то, может, 24-25, получается. Да, 24 нам это как технической службе, 25 мы будем как юбилей праздновать в следующем году. Но именно говорить о новостях, о контенте телевизионном, Либерецком, ему на сегодняшний день 18 лет. То есть мы достигли своего совершеннолетия. Самый лучший возраст, 18 лет. То есть 15 лет самой редакции, но редакция начала существовать с единиц сотрудников, которые еще не были официально названы Либерецким районным телевидением. Поэтому на сегодняшний день у нас 18-летие, с чем мы себя и поздравляем. Мы можем создавать более серьезный контент. Да, более серьезный контент. Но и в то же время, я так понимаю, что за это время, начиная с 90-х годов, прошло большое количество людей, которые принимали участие в создании канала, которые кто-то ушел по одним причинам. Но чаще это люди, которые привнесли свой какой-то опыт, свое умение и ушли, может быть, на федеральные каналы или еще куда-то. Безусловно, это огромное количество людей, которое прошло через канал. Наш канал, он некий трамплин для молодых специалистов. Они приходили, обучались и подпрыгивали с канала на федеральные каналы. Да, хорошая площадка. Да, мы очень рады этому. У кого-то нет в живых на сегодняшний день, но мы помним этих людей, потому что они внесли серьезный вклад. Кто-то, я говорю, работает до сих пор на телевидении и знает всю подноготную, как это начиналось. И даже, можно сказать, в какой-то момент, когда мы хотели модернизироваться еще более серьезно, даже не верили, что мы сможем это реализовать. Потому что на тот момент все оказалось очень тяжело, город большой, и в каждый дом внедрить потом оптический сигнал, это фактически, но на тот момент было невозможно. А когда жители почувствовали, что вот у них есть свой собственный телеканал, как они его приняли, и вот существовала эта связка зритель и редакция? Ну, на самом деле, я говорю, что уже в 2002 году, ну, это уже конец года, фактически создается информационный центр, где начинает трудиться первый сотрудник. А в 2003-м уже создаваться, начинает контент о Люберцах. И уже с того времени потихоньку делаются программы авторские про Люберцы, они разного плана, и про животных, и про все, что касается Люберец, и про спорт, и молодежные программы. Одна из программ у нас выигрывала такой, как бы, диплом ТЭФИ региона. Это было в 2013-м или 2014-м году. То есть достаточно серьезная награда, мы не ожидали. И наша программа такого молодежного спортивного формата была избрана, и нас пригласили в Екатеринбург уже принять участие в награждении. Да, мы были очень шокированы на тот момент. Мы очень много везде принимали участие в разных конкурсах. Но этот конкурс мы не ожидали, что мы выиграем. Ну и завершая первую часть, я так понимаю, что тогда был еще энтузиазм, потому что все проходило, менялось, канал развивался, новые возможности, люди стали приходить. Вот как-то так, да, происходило? Ну, на самом деле энтузиазм, он всегда присутствует. Просто, скажем так, наверное, время меняется вокруг нас, и меняются обстоятельства. И мы, хотим или не хотим, тоже подстраиваемся по данным обстоятельствам. Но на тот момент это всего лишь нужно было изготовить час контента. Да, я не скажу, что на сегодняшний день мы много изготавливаем, но у нас есть закупной контент, который тоже отбирает время на то, чтобы он вышел в эфир. Выбрать его, да. Да, и представьте, когда мы стали круглосуточным каналом, сколько нужно было проделать работы, чтобы вообще полностью заполнить 24 часа в сутки. Для своего собственного телезрителя. Для своего собственного телезрителя, да. И тоже разные были истории с контентчиками, потому что контентчиков мы своих меняли, а их не так много. Есть поставщики контентов, которые... Вот, мы всех трех перепробовали. Сейчас сделаем небольшую паузу. И напомню, что сегодняшняя программа «Открытый диалог» посвящена тому самому телеканалу, логотип которого вы видите на экране. Телеканалу ЛРТ. Люберецкое районное телевидение. Дождитесь. Напомню, что это телеканал ЛРТ. Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. А в гостях он... Хотя, наверное, трудно сказать, что в гостях. Дома находится Екатерина Григорьевна Дегтярева, генеральный директор телеканала Люберецкое районное телевидение, которое вы знаете как телеканал ЛРТ. И вот в первой части мы вспоминали об истории возникновения, о тех проектах, о тех программах или о том контенте. Сейчас уже все знают, что это такое слово. Но, конечно, все это делалось прежде всего для зрителя. И вот сегодня тоже идет работа со зрителем. Что сегодня телеканал ЛРТ для зрителей городского округа Люберца? Что это за средства массовой информации? В любом случае мы остаемся такой основной информационной площадкой, где освещаются события в городе. Конечно же, с интернетом мы не можем конкурировать. Сейчас каждый сам себе режиссер. Сейчас никто не может с ним конкурировать. Сейчас на телефон сняли что-то, кучу лайков набрали, популярность себе подняли. Но насколько он содержателен по качеству... И соответствует действительности. И соответствует действительности, и с какой подачей, и на кого он воздействует. Это уже отдельная история. Поэтому, конечно же, у нас есть наши телезрители, у нас же есть и закупной контент, в том числе, я уже говорила. Это и фильмы, и программы научные, и очень много всего интересного. Ну, даже я у меня всегда в кабинете включил. Работать, ну, естественно. Да, Люберецкий канал. И я так посматриваю, какие сериалы идут. И иногда вот взгляд прям цепляет. Я люблю научные программы. Раз так включаю звук и начинаю слушать что-то такого интересного, рассказывать о здоровье или о космосе, или о каких-то еще интересных фактах. Это называется образовательная функция телевидения. То есть есть развлекательная, есть образовательная, а есть информационная. Конечно, поэтому у каждого блока есть свой зритель. Почему нас смотрят? Конечно, замерить нас трудно, как там смотрят, не смотрят. Да, мы все-таки кабельное телевидение, и подаем сигнал не через интернет. Но об этом я позже через интернет в том числе подаем. Но в целом, в основном, если брать округ, то это кабельное телевидение. И что я хотела сказать, почему я знаю, что нас точно смотрят? Нет, потому что, во-первых, бывают звонки от жителей. Если мы говорим о прямом эфире, который идет с главой, то у нас всегда есть живые звонки от жителей. То есть не было еще ни одного дня, когда никто не позвонил. То есть начинается прямой эфир, может быть, там первые 10 минут какое-то затишье может быть, потому что народ пока включил, пока вник, потому что за программой. А потом пошла реакция. Потом пошла реакция, и она идет, 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 идет. И эти вопросы поступают, поступают. И, в общем-то, естественно, за весь эфир их невозможно озвучить и вывести в прямой эфир непосредственно. Поэтому я знаю, что администрация отрабатывает данные звонки и ответы отправляются жителям непосредственно. И еще я знаю, почему нас смотрят. Потому что был такой казус у нас на канале. Мы же показываем еще сериалы, которые пройдут на федеральных каналах, и потом, естественно, у нас право на лицензию есть показа у себя на телеканале. И как-то наш программный директор забыл включить последнюю серию какого-то суперсериала. И, значит, эта серия не прошла, и звонки были от телезрителей. Где? Они ругались, сказали, мы хоть и видели последнюю серию, но мы хотели ее посмотреть. То есть был такой момент, да. Ну, пришлось извиняться, конечно, включать эту серию. Но зато вот проверили таким способом. Да, да. То есть люди все равно нас смотрят. Просто раньше же писали письма, а сейчас вот мы потихонечку переходим к системе интернета, социальной сети и так далее. А сейчас обратная связь очень часто отрабатывается, опять же, в том же интернете. И в интернете есть помимо неких площадок, да, которые тоже, кстати, вы, как Юрий, знаете, авторские права, YouTube, там не выложишь, там не выложишь просто кино любимое. Или как, например, там в какой-нибудь социальной сети кто-то какой-то клип там, вот ему нравится. Конечно, да. Это все авторские блокируются и так далее. Есть определенные проблемы. Но при этом свой контент, да, выкладывать можно и создавать свои какие-то сети. И вот здесь какая идет работа о... В каких сетях существуют телеканалы, как мы живем в интернете сегодня. Ну, на самом деле, самый такой для нас важный момент, это, конечно, наш сайт, который у нас давно существует, и мы выкладываем туда все свои программы, новости и какую-то информацию полезную для жителей. А также это ВКонтакте, в Фейсбуке, в Инстаграме. То есть те, которые чаще всего используют разные возрастные категории людей и вообще как бы по разным направленностям. Но, тем не менее, это все дублируется туда, по крайней мере, но не в полном объеме, конечно, да, а вот какие-то... Ну, чтобы... Тут очень важный момент, чтобы житель городского округа Люберец, да, опять же, с разным подходом, с разными симпатиями, да, и так далее, но он примерно знал и понимал, что происходит. И если ему захочется расширенный блок информации, он зашел на сайт, посмотрел новости и так далее. Да, естественно. Вот, кстати, об информационной составляющей мы уже поняли, что и кино подбирается, и научно-популярные программы, то есть контент очень так скурпулезно выстраивается, чтобы было интересно. Программная сетка. Программная сетка. Информационный блок – это собственное производство. Конечно, и плюс программы. Вот открытый диалог сегодня. Да, тоже наша программа, которая тоже собственное производство. Но если говорить о новостях, это наиболее такой сложный участок, потому что нужно везде успеть. Проектов и процессов происходит и в городском округе Люберцы, и за его пределами, потому что иногда это связано и с Москвой, и с какими-то фестивалями и так далее. У нас очень много спортивных здесь достижений. Очень много, да. Мы постоянно встречаемся, и здесь у нас в студии, в новостях и так далее. Иногда даже перекличка у нас идет, да, что-то новости сообщили, мы находим этих людей, приглашаем их к нам сюда в открытый диалог, чтобы уже в таком камерном разговоре узнать ту или иную историю. Вот как эта информационная служба работает, как она все вообще успевает? На самом деле телевизионщиком непросто быть. И не каждый человек вообще может такой жизненный процесс пережить. Некоторые приходят и понимают, что это не их стезя, хотя очень многие молодежи до сих пор, вот на сегодняшний день, сколько я не встречаю молодежь, все хотят быть ведущими, все хотят быть на экране. Но на самом деле, когда человек приходит работать уже в настоящую телевизионную компанию, здесь прям человек понимает, такое испытание проходит, что он уже понимает, это его или не его. Здесь очень сложно, ответственность за текст, ответственность за вообще выезд в целом. За качество картинки. Да, и поэтому, конечно же, информационная служба наша, это наша редакция, у которой и день рождения, 15 лет, они в таком режиме постоянно, ну, можно сказать, почти 24 часа в сутки, потому что главный редактор, шеф-редактор, они все время на телефоне, если где-то что-то срочно, могут и в 11 вечера позвонить. Ну да, есть просто события для телезрителей, я объясню, есть которые, ну, как бы анонсируемые, к которым можно подготовиться, а есть, не приведи господи, какие-то чрезвычайные, которые тут же надо освещать. Да, и есть свои нюансы, потому что, что касается чрезвычайных ситуаций, я хочу сказать, что когда-то у нас была программа, дежурная часть называлась, она была посвящена всяким чрезвычайным ситуациям, и ее было очень сложно делать, хоть она была еженедельная, всего лишь по пятницам шла в свое время, но сложно было делать ее, потому что происходить-то много чего происходило, но мы на экран много чего не могли выводить и показывать, и есть свои табу там на детей, на несовершеннолетних, на какие-то ситуации, поэтому мы немножко так поигрались в эту программу, и поняли, что это не наша история, что хватает таких историй на других каналах, и отошли в сторону. А так, в целом, конечно, событий происходят очень много. Конечно, редакция, она не может безгранично снимать. Иногда житель убежается, что мы не можем приехать и снять какое-то там мероприятие, которое проходит во дворе, но просто физически съемочных групп и корреспондентов их не хватает. У нас стабильно 4 съемочные группы, ну так, бывает 5, но в основном стабильно 4. Бывает 3, когда человек увольняется или заболевает, или в отпуск уходит. А, кстати, в пандемию сложно было работать? Ну, пандемия, могу сказать, это, наверное, самый сложный был процесс. Почему? Потому что сотрудникам в тот момент еще не было никаких прививок, и понятно, что мы обеспечили всеми средствами защиты, и они снимали в разных местах, где могли, в общем-то, и сами... Да, работают же с людьми. Да, да, могли сами тоже заразиться. Ну, как-то мы пандемию пережили. Это было сложно, но мы ее пережили нормально в плане сотрудники. У нас не выходили из строя, все работали в нормальном режиме. И уже ближе к сегодняшнему дню у нас начали сотрудники болеть. Проявлять свой иммунитет. Хотя привитые, да, но тем не менее, в общем-то, все равно так или иначе эта история и на нас отражается. Вот теперь о тех людях, которые, ну, как мы уже выяснили, да, в далекие 90-е годы, когда 97-е, 2000-е, когда вот антенная служба, от техники мы оттолкнулись. Но тем не менее, все равно, кто-то помогал, кто-то стал у истоков, кто-то пробивал, может быть, кто-то принимал решения. Вообще, вот помощники канала, кто эти люди на вот всем этапе этого 15-летия? Могу сказать, что помощников очень много. Потому что мы же и снимаем об этих помощниках программы, да, это, если вы говорите о спорте, у нас есть друзья и в спорте. Если это говорить там про депутатов, и депутаты нас поддерживают. Почти все у нас в эфире. Да, они все у нас в эфире, естественно, все видят, как мы живем, как мы развиваемся, в каком состоянии был телеканал там лет 8 назад, в каком он сейчас. Все, все, все видят. И поэтому, конечно же, если нам нужна какая-то поддержка, мы можем обратиться, и нам помогут. У нас есть свои партнеры, есть контрактные системы от разных служб, рекламная деятельность работает, ну, антенная служба работает, это тоже определенный свой доход идет. Вот поэтому, как бы, пока мы нужны нашим телезрителям, да, мы нужны, это мы точно знаем, да. На сегодняшний день мы еще нужны, не у каждого есть там смарт-телевизор, который к интернету подключается, а мы все-таки, подавая сигнал, его подаем на все телевизоры, которые есть дома, там, например, 3 телевизора в квартире есть, все 3 телевизора могут смотреть сигнал телеканала и вообще пакет телеканалов. Вот, понятно, что те люди, которые дома сидят, с детками там или пенсионеры, естественно, они смотрят. Ну, все, кто более продвинутые, они практически сейчас много продвинутых, они все в интернете, они в соцсетях нас смотрят. В соцсетях, потому что в режиме там подкастов, да, раз посмотрел, тем более даже вот нашу программу можно сто раз посмотреть, да, на повтор поставить и так далее. Вот такой вопрос уже персональный. А как персональная Екатерина Григорьевна стала телевизионным-то человеком? Мы услышали, что вы юрист. Как вы попали? Понятно, что в гостях у сказки спокойно, в общем, это наши общие любимые программы, но как вот телевидение вошло в вашу жизнь? Да, ну, у меня есть еще несколько образований, одно из них – это режиссер телевизионных программ. Вот. В какой-то момент я решила, что мне не хватает телевизионных знаний. А как попало? Ну, скажем так, что когда-то, в далекие-далекие годы, еще в первом классе я очень любила такие всякие театральные истории создавать вокруг себя. За мной бегали ребята, девчата. В общем, я спектакли с ними строила и все прочее. Когда ты им сказала, я смотрела, когда какие-то любимые там сказки, фильмы, мультфильмы, смотрю, титры идут, фамилии написаны. Я им говорю, вы знаете, ребят, вы когда-нибудь увидите мою фамилию в этих титрах? Вот у меня была мечта, она зародилась лет в семь-восемь где-то. И потом, ну, как-то потом я о телевидении не думала, честно говоря. Но я многое творческий человек, много сочиняла чего. Вот. И в какой-то момент меня все равно жизнь, совершенно я в информационных технологиях работала, но не связанная с телевидением, меня все равно жизнь сводит с телевизиончиками. Мы начинаем общаться, дружить, и люди понимают, что я тоже творческая, что я там пишу что-то, какие-то истории создаю. Ну, и меня пригласили работать на телевидении. Я так начала работать в телецентре Останкино. Такой канал, русский исторический канал, 365 дней. Я там начала работать помощником главного редактора. И окунаюсь в телевизионную жизнь, я поняла, что мне не хватает телевизионных знаний. И на тот момент я уже пошла, отучилась на режиссера телевизионных программ и сняла собственный фильм. Где обязательно был титр. Да, и там уже был титр. На весь экран, да? Титр был уже до этого, потому что я на телевидении работала. И, собственно говоря, я очень много съемками занималась. Ну, у нас сейчас опять пойдет титр. На вас, как обычно, вводится в программе, кто является гостем. А в данном случае, еще раз повторю, Екатерина Григорьевна дома находится. Но я не могу не спросить. Вот у нас новогодняя, как бы, атрибутика. Да, мы сейчас все соединяем вместе. И 15-летие, и, как мы выяснили, 18-летие. И прощаемся с 21-м годом, встречаемся с 22-м. Почему-то кажется, что две двойки лучше, чем одна. То есть побогаче как-то выглядит. Но все-таки бросаем мостик в будущее. Как всегда, у любого именинника возникает вот такой вопрос. Что зрителям ждать в будущем от телеканала ЛРТ? Ну, я могу сказать так, что, конечно же, у нас очень много идей, которые мы хотим реализовать. Все будет зависеть от бюджета нашего. А в целом прогнозировать что-то на дальний срок, как бы, очень сложно. Потому что это как путевку купишь в путешествии, да, в дальнюю страну. И раз, и не полетел. Поэтому у нас сейчас прогнозы, они более такие реалистичные на несколько месяцев вперед. Конечно же, мы выстраиваем годовые планы, корректируем их последствий. Цены растут, сами понимаете, да. Вот, и все зависит от этого. Но могу сказать так, что хотелось бы, хотелось бы некого обновления, честно, да. Вот, я смотрю на нашу студию, я очень люблю нашу студию, да, но все равно хочется обновления, хочется каких-то новых историй, новых программ. И я уверена, что если нас будут поддерживать наши партнеры, конечно же, у нас все получится. И мы в 20-22, кстати, моя счастливая цифра – это три двойки, и наступают эти три двойки, значит, все, что задумается, раз ваше счастье, наше счастье, мы тоже в этом заинтересованы. Мы, я имею в виду, и те, кто работает на телеканале ЛРТ, и те, конечно же, кто его смотрит. И вот в самом финале, Катин Горн, у вас прекрасная возможность, потому что ведь день рождения у телекомпании – это день рождения не только тот, кто стоит в качестве, работает в качестве создателей, но это и день рождения у телезрителей, потому что они вместе с нами. Вот ваше обращение к ним в финале нашей программы, что бы вы им сказали? – Я хочу сказать нашим телезрителям, нашим героям наших программ – всегда будьте с нами. Мы очень рады, когда с экранов телевизора нашего, с нашего канала сияют улыбки, и люди радостные, и они знают, что рассказать о своем городе. Очень хочется, чтобы люди всегда нам рассказывали свои положительные истории. Конечно, есть и отрицательные, куда и без этого. Но хочется больше позитива. И я желаю всем, чтобы 2022 год, он был позитивным, он шел более вверх, если что-то было не так в прошлом году, пусть будет все хорошо в следующем. И приглашаем вас всегда. Ждем вас, любим вас, и с праздником вас наши герои, телезрители и наши сотрудники. Вот так завершается наша программа, посвященная дню рождения телеканала ЛРТ. И Екатерина Григорьевна Дегтярева, генеральный директор телеканала, и я, ведущий программы «Открытый диалог» Николай Пивненко, поздравляем вас с нашим праздником, с вашим праздником, ну и с наступающим Новым годом, как мы выяснили. Надеемся, что будет счастливым. Спасибо большое. Программа «Открытый диалог». Всего доброго. И смотрим телеканал ЛРТ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова